Межвременный период Когда-то царство осуществится. Конечно, в определенном смысле Бог, по определению, всегда царь. Однако его правление не всегда очевидно и наглядно. И только выражаясь в действии, оно принимает незаметные ранее видимые очертания. Причем ту область, где оно проявляется, ту сферу, в которой эти очертания возникают, тоже во вторичном смысле можно назвать царством. Однако в конечном итоге вся Вселенная увидит это царство. Оно осуществится. Откровение 20-22. Откровение главы с 20 по 22. Эти главы из Откровения дают нам основное представление о том, как будет выглядеть данное царство. Царь спасет народ свой и произведет суд над их общими врагами. В Откровении 20 мы видим, как этот суд вершится над неверием, над смертью и над самим сатаной. Божьи враги повержены в озеро Огненное. С другой стороны, нам открывается отрадная картина. Божий народ в назначенном Богом месте под Божьей властью по Божьим законам в присутствии любящего и святого Бога. Откровение 21-22. Новый Иерусалим сходит от Бога с неба. Бог творит новое небо и новую землю, о чем некогда пророчествовал Исаия, главы 65 и 66. Это великолепно описано в стихах с 1 по 4, главы 21. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». У евреев море часто символизировало хаос, подвластную только одному Богу стихию, подконтрольную только Ему одному, и так моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий «се, скиния Бога с человеками». «И он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Удивительно, насколько глубоко в нашем сознании укоренено представление о том, что рай или небеса — это конечное состояние. Однако, в последнее время Библия рисует несколько иначе. В конечном итоге сотворена новая земля и новое небо. Бог не отказывается от материи. Она Ему нравится. Он столько всего сотворил. И у этого тоже есть будущее. Мне недавно довелось читать эссе, в котором студент утверждал, что Божья конечная цель — это небеса. Однако это не совсем согласуется с Библией. Но это представление очень распространено. Оно отражено и в гимнах наших, и в псалмах. Возможно, кому-то из вас я уже рассказывал, что родился в Австралии и жил еще в эпоху черно-белого телевидения. Так вот, тогда часто показывали фильмы, как правило, американские, где кто-то из героев умирает и попадает на небеса. И вот он стоит посреди облаков, вокруг слышится ангельское пение, а потом кто-то начинает говорить с ним приятным баритоном. И ты сразу понимаешь, что к человеку обращается Бог. Ну вот примерно такое кино и такой сюжет. Вот это в целом и есть общепринятое представление о конце пути. Но размышляя над этим, я думал, а ведь на самом деле это ужасно. Только представьте, попадаете вы на небеса, облака рассеиваются, и перед вами возникает огромный величественный престол. Перед ним стоит ангел, который открывает невероятных размеров сборник гимнов и объявляет. А теперь поем гимн триллион седьмой. И все происходящее похоже на одно бесконечное богослужение. Но Библия все рисует нам несколько иначе. Откровения 21 и 22. Итак, с неба от Бога сходит новый Иерусалим. Сотворены новая земля и новое небо. Но мы будем владычествовать вместе с ним. Так было первоначально. Носитель образа Божьего должен управлять. Давайте начнем читать с 22 главы. «И показал мне, стих 1, чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы Его. И по той и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет на нем. «И рабы Его будут служить Ему». «И рабы Его будут служить Ему». Пятая глава книги Откровения говорит о том, что и нам предстоит владычествовать, царствовать вместе с ним. Однако обратите внимание на тему царства, престол Бога и Агнца. Божье правление, Божье царство осуществилось. Ну что ж, друзья, мы касаемся обсуждаемых вопросов поверхностно, ознакомительно, избирательно, постепенно продвигаясь от сотворения к искуплению и исполнению в общей картине, в рамках рассмотрения вопроса о Божьем царстве, о том, как оно воплощено в творении, как им пренебрегают и как оно воссоздается, осуществляясь, наконец, в контексте нового неба и новой земли. В общем-то, это скорее не вопрос, а вопрос резюме. Если взять эту тему, этот лейтмотив, и проследить его на протяжении всей библейской истории от сотворения, далее через грехопадение и искупление до осуществления, то понятно, что с конкретными идеями это работает хорошо. А вот с такими понятиями, как завет... Понятно. Вопрос заключается в следующем. Можно ли сказать, что царство органично вписывается в процесс продвижения от сотворения через искупление к осуществлению? Полагаю, что да, поскольку считаю это одной из ключевых тем. Центральных тем применительно к служению Господа Иисуса Христа. Поэтому такой широкий охват здесь вполне закономерен. Вот почему мы этой теме посвятили столько времени. Следующий раздел для сравнения будет включать в себя уже две темы. Насколько гармонично впишутся они, думаю, что впишутся, как необходимые элементы общей сюжетной линии, которая повествует о Божьем народе, в назначенном Богом месте, под Божьей властью и так далее, и тому подобное. Эти темы составляют ее важные фрагменты. Вот почему настолько необходимо периодически возвращаться к общей схеме. Она поможет нам не потерять генеральную линию, разбираясь в деталях и частностях. Я ответил на ваш вопрос? Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»